Привет, друзья! Подписчики мои! У нас сегодня будут баттлы Спрайзена против Ахиллеса и Спрайзена против Ахиллеса. И у нас тут есть Акаратоми и Флейм. И если не приглядываться вот так издалека, бог знает кто есть кто. По-моему, вот это как раз таки у нас... А, это Флейм, вот я посмотрел. И это Флейм. Я сказал в прошлом ролике, когда показывал вам этого парня от компании Флейм, что Флейм сделали крутых Флэйра Драгона, Звей Лонгинуса и Ахиллеса. И еще они сделали клевого Спригана. Практически идентичны, не считая, если вот этих вот деталей, которые здесь черные, здесь красные, здесь белые, здесь синие. В принципе, идентичны. И мы сегодня посражаем, максимально узнаем, кто из них круче. Но будем это делать Ахиллеса против Ахиллеса и Флейм против Флейма. Итак, давайте сначала протестим, наверное, Ахиллеса, чтобы вообще понять, что к чему в этой жизни происходит. А потом уже протестим все остальное, друзья. Но перед тем, как я начну этот ролик, друзья, 26 октября, торговый центр Нора, грандиозный турнир по Бэйблэйду Бёрсту в Москве. Там буду я закупать чертята, посражаемся, пофоткаемся, поиграем в Бэйблэйд. Огромный пост того, чего вас вообще там ждет. Призы, викторины, сладковато. Все-все, это многое другое. По ссылочке в описании, друзья, 26 октября, проспект Нодропово, 22 метро Коломенска, Москва. Вот. И жду вас всех там. Ссылка на турнир, информация об описании к этому видео. Ну что ж, полетели первый бой. Юнион Ахиллес против Лорда Спрайзена. Да, я, кстати, помните, я говорил, что... Это точно Токаратоми? Что-то я уже туплю. Короче, да, помните, я говорил, что флеймовский вот этот волчок, он тоже так ускоряется и проигрывает. И с Токаратоми происходит абсолютно та же история. То есть не надо думать то, что флейм такой плохой. Нет, флейм нормальная история, и Токаратоми абсолютно так и же показывает нам результаты. Поехали. Обалдеть! Это было реально выбивание с ринга, дамы и господа. Сейчас я схожу за Ахиллесом, подождите. Эй! Ахиллесиус улетела реально с ринга, а такое бывает очень редко, но, как мы видим, бывает. Это все происходит. Знаете почему? Из-за чего? Это происходит из-за того, что Ахиллеса очень вот эта жирная рамка. Но мы можем поднять драйвер на ма... А, это и есть максимум? А, или он сейчас там максимум? Ну куда еще раз? Из-за того, что очень большая рама. И это проблема. Бэйблейд! Сейчас вращается он неплохо, но все равно, к сожалению, проиграет. Да, Ахиллес, Прайзен, Болтроек, вот они, три героя. Жалко, что Ахиллес появился только в третьем сезоне, было бы у него больше, думаю, эволюций. Ну и снова, смотри, давайте, ладно, попробуем поставить на нижний драйвер. Вот так попробуем поставить. Дело все в его металлической, металлическом диске. Ну не одолеет, не одолеет Ахиллес с Прайзена, ну что бы вы ни говорили. Хорошо, теперь попробуем поменять местами вот эту вот желтую раму у него. Так, как мне она раздражает, поднять вверх, и что, покрутить. Как она меня раздражает. Попробуем выкрутить на максимум, на другой конец. Блин, даже не фиксируется. Ладно, окей, все, зафиксировали, хорошо. С Ахиллесом можно придумать кучу разных сборок, но поверьте мне, это вас от Спрайзена не спасет. А Спрайзен, кстати, на наконечнике от прошлого Ахиллеса. Хотя, хотя вот на таком режиме, смотри, Ахиллес занимает центр ринга. И повышается у него выносливость, потому что драйвер маленький. А вот это может стать интересным. Такс. А вот сейчас ничья, а вот сейчас была ничья, дамы и господа. И в финальный тест попробуем поиграть Ахиллесиком без рамы. Так, не без рамы, а вот без этой синей истории. Такс. Два красных парня. Кстати, могли бы сделать Ахиллеса не красным и не синим, кстати. Он же вобрал в себя яд. Спрайзен, это лтрек, такая теория. Но могли бы сделать другого цвета. Смотри, он стал еще более легче на маленьком драйвере с перевернутым диском. Возможно, в такой позиции он и сможет Спрайзен одолеть. Но у Спрайзена есть тоже режимы и влево и вправо, и меняется тот самый наконечник. Поэтому... Да, и вот в таком режиме, смотри-ка, как получилось интересно. Без верхней синей фигни. Почти, кстати, разобрался, уже был близок к взрыву. Это опасная комбинация. Диск у него перевернут в другую сторону стрелочкой. И драйвер вот такой. В такой комбинации, да, действительно, Юнион Ахиллес одолевает Спрайзена. И это круто. Что ж, на этом мы скажем спасибо нашим Блейдам от компании Таракаша Томи. Мы скажем спасибо этим Бейблейдам. Оп, сейчас я соберу Ахиллеса, как полагается. А даже такого оставлю, наверное, такая классная комбинация. И теперь сразим Флеймовских ребят. Спрайзен против Ахиллеса. Бейблейд. Ну что ты творишь, Флейм? Потому что он на высоком, может, надо на низком драйвере его тестировать. Да, поставим на низкий драйвер. Такс. Стоять. Да, кстати, мне непонятно немножко логика Таракара Томи. Почему они... Ой, Ахиллес творит историю странную. Почему они все-таки, все-таки убрали металл. Вот у него из верхних частей, да, у Таракара Томи тоже металла здесь нет. Это пластик, видите, он пустой у обоих волчков. Давайте попробуем поменять местами вот этот диск. Сделаем сразу как надо все. Сейчас я его разверну. Так. Так. Оп. Покрутили. Так, давай. Где дырка-то не вижу. Оп. Вставили его. Хорошо. Попробуем так поиграть сразу. Оп. Да, смотри, реально. Что у оригинала... Оу, взрывной финиш. Да, Спрайзен может взорвать Ахиллес на самом деле. Что у Таракара Томи, что здесь. Если повернуть эту стрелочку в разные стороны, то он занимает центр ринга. Интересно. Следующий батл. Боттл-баттл. Бейблейду-берс. Опять Ахиллес творит безумство, но при этом победил. Но это не отменяет того факта, что Ахиллес очень мощный волчок и сейчас ничья. Теперь снимаем верхнюю историю, как мы это уже делали с оригиналом. Так, давайте уберем эту раму. Бесполезный, я считаю, вообще какой-то аксессуар. Вот эта вот рама верхняя. Просто для прикола. Одно дело, она бы не слакует фишку, а другое дело, когда она просто, ну, мешает волчку. И причем, одно дело, если бы она могла ставиться на любого АБ, но она ставится только на этого. Но, с другой стороны, это гораздо лучше, чем у Феникса слетающий его рамор. Хе-хе, вот так. Полетели. И снова взрывается. Да, у Флейма есть проблемы со взрывным финишем, но при этом неплохо он держит удары. Но не стоит забывать, что это все-таки Спрайзен. Лорд, который на данный момент, я так понял, является самым сильным волчком Гатчи. Тупо из-за того, что его фиг-2 разберешь. Что подделку, что оригинал. Очень сложно его разобрать. Бэйблейд убер! Вперед! О май гад! Юнион Ахилец от компании Флайм самоуничтожился. Посмотри, у него... А, потому что я их не закрыл. Да, я не закрыл эти защелки, когда... Да. Ну, я думаю, что, можно его убрать. И теперь мы сразим... Что мы сразим? Токаратоми из Спрайзена против... Не Токаратоми. Бэйблейд беу! У-ху-ху-ху-ху! Да, видно, что Флайм проиграл. Я прям вижу по наконечнику. Флайм профуфыкал. Надо проверить, удостовериться. Да. Проигрывает Флайм. Сли... А, может у них... А, нет, эти на одном уровне стоят. Да. Флайм сегодня оказался слабее. Токаратоми. Но и цена у него дешевле. Поэтому так. Блин, где же эти волчки? Оу! Где же эти волчки были, когда я только начинал канал? Надо было с этого канала начинать. Хотя, кто знает, может я бы так и не поднялся. Но в то время я помню, когда я покупал самые дикие подделки. Не просто потому, что, типа, как вот сейчас я покупаю... Я сейчас покупаю подделки, а такие дикие. Ну, для хайпа, для прикола вам посмотреть, не поиграть. Но раньше я их покупал, потому что, ну, выбора не было. Типа, был Форнеус супер-китайский. Окей, будет Форнеус у меня супер-китайский. То есть сейчас у меня есть и Токаратоми, и Флэйм, и СБ. Я покупаю качественные волчки, знаю, где найти. А тогда не знал. Я просто ходил, покупал разную дичь. Покупал второй сон ТД. Покупал. Хасбро было дорого. И вот как-то так это было. И мне бы такие волчки на начале канала... Блин, я бы с ними столько роликов бы поснимал. Потому что сейчас есть другое поснимать. А тогда хотя бы Спрайзена мне такого, или Ахиллеса, и то, и то желательно бы. Я бы столько всего сделал. Мне кажется, вообще круто было бы. Вот, друзья. А на этом сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки этому ролику, если он вам понравился. Пиши-ка вам еще посражаться с Ахиллесом. Потому что на следующей неделе вас ждет эволюция всех волчков. Вот. На этом сегодня все. С вами был лучший ведущий Юнингомоша Блэд. Спасибо огромное, что пришли. Всем пока-пока.